Всех Рюкюанский! Мирозавоевательно, друзья, приветствую! Ноябрь 1678, две войны, но, внимание, мирозавоевателя должно быть приковано не к событиям, которые происходят сейчас, потому что, если вы будете думать только о том, что происходит сейчас, мир вы, боюсь, не завоюетесь. А к тому, что будет происходить позже, через год, через два, через три, это все должно быть у вас уже распланировано. И вы должны знать, куда вы будете перевозить свои армии. И сделать это заранее. Как я говорил уже и не раз, логистика это основная проблема мирозавоевания правильного. Иногда на логистику тратишь больше сил и времени, чем должно. И это вызывает основные проблемы. Так, здание. Сколько мы дадим на Данию войск? Очевидно, что 20 тысяч хватит, чтобы справиться с Данией. Много пушек, три провинции захватить, а потом кораблями оккупировать все эти территории. Поэтому поступим проще. Вот эти 22 тысячи перевезем поближе к Дании. А в нашем случае это вот этот островок, вот этот островок и вот эти два. Это тоже датские территории. Но Дания их отдаст и так. Дания их отдаст и так. Хех. Дания их отдаст, если мы сделаем правильные вещи. Если мы переправим туда корабли, мы переправим две тысячи на их захват. Например, вот так вот сделаем. Помним. Дания. Савоя Франция. Ну, Савоя Франция здесь наши войска всегда рядом. Речь Посполитая тоже здесь наши войска всегда рядом. Португалия в 83-м. Это слишком наперед, но тоже можно подумать. Дания, наверное, не обладает особо сильным флотом. Но на всякий случай кораблики я сюда галеры свои подведу. Следующее. О чем стоит подумать? Так. Защита торговли. Севилья. Я когда-то ставил в Алеппо купца. Интересно, какие дивиденды он мне принес. 20. То же самое, что и в случае с Константинополем. 20. Но чуть больше, чем с Армузом. Армуз 15 приносил. Армия пушек куда пойдет? Куда-то сюда. То есть останется на побережье, но пойдет куда-то сюда. Остатки суперармии. С России. У России, благо, крепостей нет. Единственное, что можно сделать, это каких-нибудь 2000 закинуть вот сюда. Кто готов сразиться с Российской армией? Конечно же берет. Каких-нибудь 2000 в Москву. Каких-нибудь 2000 вот сюда. 2000 тут стоят, 16000 тут стоят, 25000 России тут стоят. Эти армии тут идут. Все. Вроде как готово. Так, ну-ка, мышка. Не шали. Мы можем 2000 наемников нанять. Вот если хотим вот эти российские регионы захватить, то вполне себе можно. Даже не тут, а вот тут наемников нанять. Тоже можно сказать, что почти готовы. И давайте подумаем, как мы будем распределять наши активы. 78-й. До присоединения Грузии в ноябре 1680-го. По идее у Грузии 79-й, 80-й. Два года для национализации территории. Очень бы не хотелось, как говорится, попасть в просаг. Черкесию можно Грузии отдать. Блин, да, есть шанс. Есть вариант, что Грузия не национализирует. Это все скопом нам и достанется. Как говорится, полежит пока у Грузии. А, подождите. Почему? С этими провинциями и время национализации Грузии наш захват изменится. Так что нет проблем. Да, так-то все дипочку стоит. Просто вот, да. Смотрите, если отдельно. Все стоит дипочку. Немного, но по чуть-чуть. И вы без дипки. А если вот так, то вот вам, пожалуйста. Счета, конечно, в два раза больше. 24 вместо 9. Даже еще больше. Не скажу, что халява. Но не скажу, что и плохо. Кабардию, наверное, тоже нужно отдать. При этом... Саму Большую Орду можно оставить. И нападать на нее снова и снова. Так, Кабардию это у нас культура черкесская. А значит Каукас. Ну, я понимаю, что кормить лишнее не стоит. И можно посмотреть, что мы возьмем себе. Тут, как говорится, крепость не захватил. Значит, не возьмешь. То есть мы разрешим Австрии отобрать у Османа часть территории. А сами себе заберем, например, крепость, чтобы ее не осаждать. И это будет 100 счета. Вот так вот выглядят 100 счета. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь провинций. И у Османа еще остается раз, два, три крепости, которые он может апгрейдить. И война, которая помешает ему эти крепости апгрейдить, потому что будет сосать его деньги. Но Австрия может расшириться и, соответственно, внести эти земли в Священную Римскую Империю. Правда. И что толку Австрия от этого? Я мог бы просто закрыть Австрию, то есть сделать эту войну с Османом бесполезной, забрав эту провинцию. Но я предпочту забрать лишний раз крепость. И оставить Австрияку шанс повоевать с Османом. С той счета, больше не возьмешь. Смотреть нет смысла, отдавай все Грузии. Вот девиз. И 11 престижа. Что намекает на то, что с Неаполем займешься. И главное, ни одного дипломатического очка не потратили. Вот как оно счастье выглядит. Так, с Тревисио все понятно. Где-то мы там строили, что-то меня не устраивало. А, Корейская столица меня не устраивала. А, есть еще одно. Одно злое зло с очень неприятным названием. Которое я тоже не хочу писать. Но тут строительство продолжается, поэтому пофиг. И есть одно доброе добро, которое мы как-то странно пропустили. Нормандия. Ну, тут еще, конечно, позволить себе захватить, а потом вместе Эдикт поставить. Ну, ладно. Раз вписал в список, значит, хотел, чтобы так было. Все. До августа 83-го. Теперь у Грузии точно есть время. И есть что обращать. А ну-ка, давайте посмотрим, сколько сверхрасширения Грузия набрала. 0,24. То есть половину от максимума. Для Грузии это не напряг. А для нас вот этот кусочек османа скормлен. На Большую Орду можно еще раз напасть. Будет. Но перемирие теперь до 94-го. Ну да, до 94-го. То есть в случае с османом это на самом деле, ну, такая себе затея оказалась. Только чтобы взять одну провинцию, которую мы можем национализировать и с крепостью. И все. Но у нас есть Китай. И у нас есть возможность объявлять новые войны. Так что, что нам переживать. Да и осман занят другими войнами. Его тут трогают. Так что, куда уж ему. Уходь отсюда. Теперь ты стал нормальной армией. С чем я тебя и поздравляю. И еще одна нормальная армия у нас останется где-то тут. Правда, у нас есть еще одна большая армия тут. Все это большая армия. И куда мы ее отведем? Эдерне. И выполнившая свою задачу. Ближайшая война будет... Афиг его знает. Так что... Дабы победить в войне, афиг его знает. Афиг его знает куда. Давайте вот сюда. Марию. Отведем свои войска. И вот такая вот армия еще у нас. Может куда-то сюда пройти. Теперь Китай. Целиком и полностью. Захватить его не проблема. Проблема с Китаем другая. Шведенфри распиталась. Проблема с Китаем в том, чтобы осадить его крепости. И в том, чтобы догнать его армию. Потому что захватить все провинции, кроме крепостей, это означает не добиться практически ничего. Но по чуть-чуть мы захватываем все-таки. Так что не... Не-не-не. Попробовать приманить. Греческие сепаратисты. 40 тысяч. Есть великая армия, которая готова выполнить заказ на греческих сепаратистов. Ведерне. Давайте в бегу. И эти подплывут. Так, чтобы точно. Ух ты! Нух ты! Штакс! Открыть эдикт. Нет эдиктов. Это очень богатая земля, которую мы только что все обратили в нашу веру. Религиозное единство у нас 65,6. И у нас есть новая цель. Тут две провинции еще не обращены. Причем, самая жирная вот эта. Начнем же. Так, со что, 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 что сделали испанцы? А ну-ка, давайте посмотрим. Может, купцов оклеветали. Может, еще что-то какую-то фигню сделали. Ну, пока ничего страшного. Так, тут китайские армии самоубивающие позанимаются. А тут мы приведем войска. И, наверное, готовы будем с ними сразиться. Так, ладно. Я понимаю, что вы плывете. Давайте вот сюда. И у нас много армий есть тут. О, кораблики уже начинают создаваться. Хорошо. Кораблики это хорошо. Может, какую-то армию приведем, например, из Грузии. Или из России. Дадим китайцам бой. А то китайцы бегают своими тысячами. У них что получается? 49, 72. 60 и 60. 128 тысяч всего. 50 и 70. 130 тысяч. Да, то есть все армии, которые мы видим, это все их армии. А если они какие-то тысяченки пытаются набрать, то... У них это с трудом получается. Ну, допустим, отсюда. А, тогда будет сражение. Тогда не так. Они пройдут, мы высадим. И потом придем на помощь. Ну, типа. С Vorseng. Ильич. dużит. Сосы. Как раз. Same. Красота. Танид... Сосы. Ильич. Neи. Сказа. Да, 59 тысячами они готовы сюда ударить. Еще 10 тысяч пехоты придут на помощь, чтобы они пришли быстрее. Мы сделаем вот так вот. И потом в спину высадим еще войска. Это, конечно, не сценарий идеального сражения. Но мы можем привезти еще 20 тысяч. И свободный дипломат. Либо объявлять войну. Так, 5 января 79-го. Февраль 79-го. То есть этого дипломата нужно оставить для объявления войны России. Которая вот-вот должна произойти. А ну, вперед. Мне и с Россией надо повоевать. Вообще-то даже я бы переставил тебя сюда, ты придешь быстрее все равно. Давай, я в тебя верю. Молодцы. Нас не сломят Йоханские кубы. Йоханские кубы. Йоханские кубы. Это проигрыш. И совсем чуть-чуть осталось. Замечательно. Победа за победой. Наверняка это позволит нам быстрее захватить эту крепость. Дальше. А вообще, вот же наша крутая армия. Так, давайте отсюда ее и заберем. И вот эту армию навстречу отправим. И надо бы флот, но я хочу вражеский флот вот этот разбить. Фул оккупация Китая. Если еще вся армия на островок уйдет, то нужно будет ее там и шокнуть. Красавцы. Безымянная армия. Армия без имени одержала великую победу. Сколько здесь? 29 лимит снабжения. Здесь 36. Здесь 54. Давай сюда. А то горишь. Так, уводим наши войска. С России-то все понятно. Теперь вопрос Саввэя Франция. То есть вас нужно отвезти назад сюда. Этих перевели сюда. Этих перевели сюда. И эту 21 тысячу во имя великого датского завоевания перевезти, например, сюда. А ну-ка, есть у нас возможность нанять новые войска. Да, есть. Давайте 2000 тут и 2000 тут наймем. Так, чтобы здание точно, гарантированно был хороший результат. Так, а ну-ка, давайте высадку с этой стороны. Ура! Первая крепость и перебирье с Россией подошло к концу. Понятно, чем займется эта армия. Как, в общем-то, и эти войска. Привет, Россия! Объявить войну. Продемонстрировать превосходство. Че еще хотеть? Подтвердить. 50 тысяч. Мы там сражения были, выиграли. Но армия нам не поможет. Идем сюда. Проблема России в том, что она отстает. Жестко отстает по технологиям. Если с Китаем проблема в том, что у него с боевым духом не все окей, то с Россией проблема в ее отставании по техам. Столицу захватить. Земли захватить. Разбудь, раздеть. И обобрать. Но спешить не надо, потому что непонятно, с кем мы первыми перебирье заключили. В России или с Китаем. Оббираем蛇. Вас Experience. Давай. Терри. Об проблема в том. В России. Блины захватить. Вид Comо, тем не만. В России. Заees contributions. Собоят. Тае. В России. В России. В России. Проблем вы мать. ючастник. Ага, а крепость-то у них есть. Что делать? Ввести армию на Иросаду. Время формирования полка минус 10%. Нет, пока я не готов. Вдруг нам крепость какую-то придется пробивать. Восстание в Лангидоке. И что у нас тут? 15 тысяч пушек. А мы его легко задавим. Можно сказать, что восстание случилось и Диаву. Вот, слушайте, тут еще крепость отказывается. А я и не заметил. Значит, сводим все свои силы на захват этой крепости. Куда пошла армия Китая? Непонятно. Убегают, что ли? Убегают, наверное. А может и нет. Как я и говорил, логистика самая главная. Теперь важно определить точку, куда поплывет наша армия. Коль мы хотим с Речью Посполитой сражаться, то понятное дело, что войска нужно выставлять на границе с ней. А с другой стороны, в любой момент могут вспыхнуть восстания. Можно тут, отсюда очень легко в любое место переплыть. Можно в этой крепости вместе с кораблями оставить. О, и побеждаем. И побеждаем. Молодцы. Теперь вопрос, куда они сбегают и где мы с ними будем сражаться. Забыл о главном, у меня тут 2000 специально для дальних земель. И не забывай про Китай. Потому что куда Китай пошел своими силами, не ясно никому. Куда-то пошел. Так, как у нас по национализации? Когда вообще она закончится? Март 79-го. По идее, вот. Одно, а остальное все ноябрь 79-го. Раскормить мы никого не можем. Вассалами сделать тоже рановато. Грузию не присоединили. Будем только тратить. Это лотарингия. И построена уже. Круто. Но в список мы ее внесем. Тех самых счастливчиков, которых мы будем религиозно обрабатывать. Неужели еще одна крепость? Блин, да тебе повоевать надо. Ты сейчас с крепостями возьмешь весь счет. Вместо того, чтобы взять счет, как нормальные люди. Достигнув цели войны. На столицу возьмем. Все, Китай сдастся. Тут понятно. Так, иди догоняй вот эту армию. Может напоследок битву дашь. Уже даже непонятно, надо ли преследовать вот эту армию. Тут будет место, где мы с ней встретимся по-любому. Куда-то туда они идут. Ну, мы за ними. Тут тоже цель войны посражаться. Половину цели войны мы выполнили. И сейчас, видимо, выполним вторую. Выиграв битву. А дипломат-то у нас свободен. Март 79-го. Проверяем, чтобы у нас ни с кем перемирие. Июнь 79-го. Но до июня 79-го еще ждать и ждать. Поэтому создать шпионскую сеть. Подхватим нашу шпионскую сеть. Уря! Победа за нами. Все. Военное превосходство тоже за нами. И пушки сюда. И генерала можем отправить. Осадного. Раз уж с Китаем мы справились. То куда? В единственную крепость России отправим генерал. Ну, кроме, конечно, столичной. Вот как хорошо отбирать крепость у своего врага. Потом не придется страдать. Что, может, их потопим? Хотя транспортники против фрегатов как-то довольно опасно звучат. А ну-ка, давайте в эти горы пройдемся. Субтитры сделал DimaTorzok Вот вам сверхпрочный Китай. Его ничего не сломает. Его хоть весь осадили. Хоть одно восстание видели. Да, не надо было так долго тянуть. С Китаем. Все, столица взята. 88. Еще даже не 100. Сейчас битва флотилий будет. И мы поможем взять еще одну крепость. И тогда уже Китай можно будет раздеть, разбуть. Раззуть. Надеюсь, наши флотилии зарешают. Так, с нами сражается уже не Россия, а природа. Судя по всему. А ну же, а ну же, а ну же. 25 тысяч, тысяча и 25 тысяч. А ну-ка. А 37 тысяч опаздывает. Тысячу они нам, конечно, убили. А вот как насчет 20? Подождите, это российские 25 тысяч, что ли, шли туда? Обломчик. Так, вот тут вот опасно. В засушливых землях встречаться не будем. Отойдем в горы. Наберем полный набор сил. О, отсюда, да, можно даже подвинуть. И тоже будет хороший бой с Китаем. Который даст нам счета. Да, 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 да. Китайские корабли. Но по боевому духу мы можем не выдержать проиграть сражения. Помним, у России мы возьмем как можно больше территорий, которые находятся как можно дальше. Но пока что еще неизвестно, когда мы сможем заключить с ней перемирие. Туда пошел, назад вернись. Назад вернулся, вперед пройди. Опять мазал на земле. Все, армии у России почти нет До победы осталось только Дозахватить все Ну не все, а крепость и столицу И можно будет подписывать Победный счет Куда же ты родной идешь У меня конечно тут 38 тысяч Но если я поставлю хорошего сраженца Твой генерал Может и проиграть Придешь ты сюда 15 А я как такого приду 19 Но я тебя встречу У тебя много пушек У меня мало пушек Мне не нравится, мне такой расклад Надо 15 тысяч привезти Большим количеством ударить И готовить еще тысячи Придешь Треть сраженца И Играет музыка Пока они дойдут, война может кончиться Ну, кстати, война может кончиться после окончания битвы Флотилии Вполне себе Вот и перемирие зданий подошло к концу Стоит ли нам воевать? Не стоит Еще один вопрос, может нам проштурмовать? Пехоты у нас тут 60 тысяч Захватим крепость, счет будет 100 Давайте за 5 очков 98 Все, с Китаем можно заключать перемирие Вопрос только в вместимости Сентябрь 79, у нас июнь Даже сверх расширения мы можем потерпеть Ничего страшного Но вот война зданий Ее стоило бы отложить Мы слишком быстро ее закончим Кушать нам будет нечего И куда я спешил со штурмом тогда? Тогда надо выводить Свои войска отсюда Ибо они тут уже Не нужны Месса Лолит Вобрала в себя много армий Но это тоже лишнее Эу, 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 ребята Я даже не успею посражаться с этой китайской армой И ничего страшного Не будешь ты с ней сражаться И ничего страшного Нет у тебя столько хранились Чтобы вместить все территории Которые ты сможешь у Китая забрать По этому перемирию Так, 99 счета Бери не хочу У нас 59,3 То бишь 60 И 19 То есть будет 49 40 То есть можно 58 Счета взять А если взять ноябрь 79 Крайнюю дату То в принципе можно спокойненько брать 90 счета с Китая Просто потерпеть потом пару месяцев неудобства И я настроен это сделать Сейчас вопрос в том Какие крепости он мне готов будет отдать Так, а ну-ка Давайте подумаем 73,7 73,7 То есть присоединение закончится в сентябре 1681 А на самом деле где-то ближе к 83 Так как это сейчас оно так поет Из-за того, что у меня низкая депрепутация Высокая Из-за того, что сверх расширение упало А если я, например, сделаю вассала В 79 Нет, я не сделаю вассала в 79 Потому что Войну с Россией не закончу Если бы я подождал с войной с Россией Я бы смог это все дело хитро провернуть А так Не получится у меня вассал Хотя неплохо было бы Из одной провинции выделить Какой-нибудь янь И яню потом отдать 200-300 развития Хотя Китай может подождать еще до появления Дочерок И потом дочерки можно раскармливать А сейчас пока что Чтобы следующие войны с Китаем Были быстрыми Можно забрать у него себе крепости Крепость раз Крепость двас Крепость трис И 61% А я говорил Может до 90 Это если потом Сильно потерпеть Крепость 4 Крепость 5 И раз мы говорили Что можно 90 Что Китай Будешь строить крепость Или не будешь строить Может денег у тебя отобрать Чтоб ты их не строил Можно отобрать у него все деньги Чтобы даже намека не было На то что Китай будет строить крепости И Сделать вот так Но тогда что же я буду брать у России Это будет затянувшаяся война с Россией А ну-ка давайте посмотрим Ноябрь 79 То есть это крайний срок Национализации 22 ноября Это мне надо будет преодолеть Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 5 месяцев Одно-два события точно случатся И много восстаний Но в тех регионах Где ничего страшного не будет Да не страшно В Китае восстания случатся Не страшно Так что давайте наверное Заберем еще какую-то провинцию Тут нигде нету намека на крепости Нигде Теперь тогда можно Возле крепостей Раскармливаться Куда мне неудобно ходить Сюда неудобно ходить Ну и восстание здесь неудобно будет давить Можно вот это вот взять Это удобно Можно вот это взять 87 Бери прибрежку Ты чего Вот это можно взять 93,8 Нормально И возле крепости как раз Вот тебе и 100 счета с Китаем И теперь давайте страдать Блин Вот как раз смотрел и думал о том Чтобы престиж слить Но нет Рогатая жаба не рождена В такие важные ответственные моменты Для принятия абсолютно верных решений Маленькую подножечку себе Обязательно поставлю Ну что ж Сколько у Китая развития теперь 305 Было 500 чем-то То есть мы типа как Каким таким образом Мы 200 развития у него забрали Счетом Жаба счетом Ну ладно Счетом Счетом Так счетом Хм Да Национализируем Потом уменьшим абсолютизм 35 развития 34 развития 27 развития 23 развития 19 развития Все Вопросы отпадают 35 34 Больше капа Жесть Я боюсь заглядывать Смотреть какая у нас Религиозная обстановка А теперь давайте думать Где у нас будут восстания Они вполне себе Могут Случиться Тут Так что Неплохо бы Привезти сюда Всюду Войскам В общем Сейчас много Может быть Восстаний И надо Приготовить Наши армии Для их Подавления Ай Возвращайтесь Возвращайтесь Давайте Давайте страдать Давайте страдать Давайте страдать И давайте перемещать Сразу армии На территории Где могут Восстания Будем страдать Будем страдать Очень предусмотрительно Хотя Корки У меня здесь Достаточно Надолго Не вечная Хотя Мог бы взять Эти провинции На которые у меня есть претензии Это было бы даже разумно Потому что я хотел взять крепости Меня настолько Китайские крепости Взмылили Просто жесть Ну получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Территорий На которые у нас есть претензии Перемирие с Китаем В Ацаре С 1694 А это означает Что Нет никаких проблем Мы эти территории Заберем На которые у нас Корки И даже Я скажу больше Мы начнем с Китаем Воевать раньше Потому что мы нападем На одного из китайских Данников На Корею Китай вступится Белый мир И сами понимаете В общем Как это работает Полетели Зато у нас будет Колоссальнейший Период Затишья Гибралтар 15 тысяч Франц Франц Так 38 тысяч Тут Далмация Тут Мы готовы К этому Восстанию Вот эти 23 тысяч Кто будет Давить Вот эти 35 тысяч Быстрее Сюда Придут А вот Это 41 тысяч Быстрее Переплывет Вот сюда И через Две Провинции Их Подавит Это мы Видим Это мы Видим Мы будем Там Вовремя Речь Посполитая Объявила Россию Войну Забрать Она может Только Эти Территории Они Все Осаждены Нами Значит Фигушки Она Их Заберет Отлично Крепость Мы взяли Больше На этой Территории Нас Ничего Не Волнует Уходим На территории Где Возможно Восстание Мы Кстати Могумистан Напасть Но Нападем Потом Россия Гарантирует Им Независимость Так Как раз Надеюсь Нападем Так Что Этот Гарант Послужит Возможностью Забрать У России Еще Территорию Так Шведы Фри Хоро Быть Таким Толстым Давай Вот Так Вот И Столицу Взять Молодцы Месяц Сверх Расширение Пережили Вроде Без проблем Без проблем Это когда Не досчитаемся Всех Рекрутов Которых Потратим На Подавление Восстаний Так Три Восстания Убиваем А что Насчет Вас Ну Идеально Ж Их Проблемы Случились Нормально Так Свободный Дипломат Ой Быстро Тут Австрия Конечно Зарешала Госпитальеры Неаполь Авасовое Франция 81 А тут У нас Август Да И страдаем Мы до Ноября Не мешайте Мне страдать Я страдаю До ноября Потом Можно Заключать Перемирие С Россией Можно Да Можно В 81 Но Надо будет Посмотреть Как себя Чувствуют Наши Вассалы Может быть Их Можно Будет Раскормить Сверх Расширение 43 То есть Как и было Сверх Расширение 23 Вроде Поменьше Стало Но не уверен Сверх Расширение 24 Тут Как и было И Сверх Расширение 36 Шотландия Красава Справляется Так Если что Грузинские Восстания В приоритете Потому что Грузию Мы Присоединяем И Присоединение Не должно Затормозиться Никем И ничем Так Нет Командующего Смотрим Где тут Восстания Могут быть Идем сюда Вот тут Кстати Еще Восстания Могут вспыхнуть Маленькие Неудобства Не убираем Это единственное Наверное Плохое Что мы Переживем Может быть Идем сюда Какие-то Восстания Подавила Какие Не посмотрел А Наверное В этой Самой Пошли Сюда Колониальной Автономии Да Так и Есть Да А, да, больно. Вот это вот прям, прям очень больно. Прям крайне неприятно. Тихо, 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 тихо. Не все так плохо. Так, решили присоединиться. И тут у нас, я так понимаю, колониальная автономия Бабац и формируется. Сколько у нас всего колоний сейчас? Три колонии. Отлично, пусть так и будет. Наша Вера. То есть у нас свободный этот самый миссионер. И, по-моему, Пьемонт. Как раз то место, куда он отправится. Сейчас я себе вычеркну. Те провинции, которые мы миссионерим. Нормально. А, да, слушайте. Раз национализировали, почему бы не построить? Не забирайте у меня 50. 50, дипломатиканская, рекюзская, Канада. Хорошо. Теперь мы... Нет! Это слишком много. Да, и Россия, скоро не поднялась, армию вывела. Пребуду 10 октября, мы уйдем 28. Так они в кибер войдут. Эх, сейчас бы боятся. Продолжение следует... Ай, так, да. 134. Ну, давайте, давайте, давайте. Я все уже. Прям жалею. Еще два месяца терпеть. Хе-хе-хе-хе. Дурак, я знаю. Я знаю, что дурак. Это такое, как будто... Пережил эту самую... Войну с Китаем, и даже хуже. Ай, а как будто... Хе-хе-хе. Я знаю, что... Вот оно тебе надо было. Да, там всего лишь одно событие, ничего страшного. На, держи одно событие, ничего страшного. Так, это прям вот-вот-вот изюминка на тортике, смерть нашего правителя. И с этим тоже смиримся. А что поделать, умер-то умер. Национализации стоимость, да. Теперь у нас дип очков будет больше прирост. Еще и по три присоединения, минус стабильность. Речка прям по гланды своего дипломата к нам засунула. Ну, сюда владения надо переставлять. Так что пока наши готовые владения возвращаются, есть одно место, которое меня просто достало. Это бамбук. На, чпок. Ноябрь. Тор-де-сель-яський договор. Тор-де-сель-яський договор. Теперь бла-бла-бла-бла. Все это фигня. Стокгольм-сепаратизм тоже фигня. Разбили восстание. А теперь вперед-наверх. Тут мне сейчас мои вассалы все помогут. Хамид. Такое тоже дело. Тоже такое дело. Разобьем всех, убьем. 46 тысяч готово. И тут сепаратистов подавили. Ну, что говорить, что говорить. Как правильно поступить? Подготовим армии для атаки 100-500 миллионов сепаратистов в Стокгольме. 99,7. Боги! Все! Больше не придется страдать. Так страдать. 11 224. Вот так вот хотелось в Китае захватить, что и 50 очков, и 15 легитимности. То есть потерял с легитимностью вместе. Считайте и абсолютизма. Максимум. Что там у нас по военной усталости? Военная усталость по чуть-чуть растет, но не так быстро. Национализирован Зальцбург. Зальцбург это место, где надо построить место. Линдс. Это место, где надо построить место. Место, где надо построить место. Ага, то есть мы очень быстро его, вера, обратили. А что у нас по вере вообще? 65. 65,0. Пока что крепимся, держимся. И теперь надо подумать о верообращении чего-то другого. Во! Альбенка на меня тоже так достала. Она тут чуть ли не одна такая необращенная будет. Ну, вот эта слишком маленькая, чтобы о нем судить. Ну, ладно. Хороше. Главное, что в Грузии ни одного восстания. Но Грузии еще присоединять и присоединять. До июня 1682-го. Так-то мы, конечно, могли бы из России выделить Новгород. Заканчиваем с ней войну. И без проблем вассал. И... Да, мы дипку потратим. Сколько он просуществует? Сейчас 79-й, будет 80-й. Допустим, два года. Это 24 дипочка мы потратим. Ну, 30. Зато войну закончим. И можно новую начинать. Зданий. До Новгород. Тут можно откормить его. И речку потом будем... Драть по-жесткому. Но это надо будет такое решение принимать уже в следующей серии. По поводу Новгорода. И по поводу переплаты дипкой. Это надо быть уверенным. Еще два восстания подзрела. Вообще, на самом деле, конечно, сверхрасширение дает о себе знать. И после того, как вы подавите эти восстания. Потому что, по сути, все восстания подспевают. Так, нет командующего. Сюда командующего поставить. Хорошего и... Вперед убить. 19 тысяч сюда. 2 тысячи сюда. Куда идет Арагон? Непонятно. Куда идут российские полки? Непонятно. А у нас тут 44 тысячи. 44 тысячи справятся на ура. И тут 23 тысячи. Сейчас еще 21 тысяч. 28 тысяч перевезем. И вообще все будет супер-пупер. Вообще, можно, знаете, как сделать. Да вас же 62 тысячи просто убьют. И жестко покарают. Так, что-то у нас отняли. Ничего пока не отняли. Наскоро отниму. 44 тысячи. Давайте еще 7. И мы эти 62 тысячи сметем. Нет, жаба, не сметешь. Нанимай наемников. Нет, мои дипачки. И... О-о-о, безнадега. Все. Ну, проблему с легитимностью решить я могу. За счет военки. Но не хочу. Лучше я за счет военки буду решать другую проблему. Так сказать, прочистились от восстаний. Да что ж им так везет-то, ну? Надо смотреть, чтобы тебе везло. Все, хватит. 4 февраля 1680-го с меня хватит. Я больше на такое самонасилие смотреть не могу. Идем убивать Данию. Объединяем армии. Оставим здесь на осаде. Посмотрим, как оно будет. Тут местных воевак дофигища. Да, все. Всем хорошего настроения. А мне скорейшего рюкьюанского мира завоевания. Всем пока.